Всем привет! С вами Кононова Анна и Ира Ирина Геннадьевна. Итак, давайте с вами посмотрим то, что на маме. Значит, на маме брюки для женщины цвет мятный, размер 50, артикул 532-248. Вот что хочу про них сказать, да, то есть я примеряла 52 размер, и они мне были так, ну, в обтяжечку, нормально. На маме 50 размер, и они смотрятся уже хорошо. И обратите внимание, длина у мамы не так, как у меня. У мамы длина подлиннее, и эти брюки вот окажутся полноценными, да. На самом деле, если сравнить со средним ростом для России, то брюки должны быть, ну, примерно вот так где-то. И их хорошо носить с косовками. Но мама, когда их надела, ну, они ей не длинные, они ей не короткие, все отлично, это что-то типа полноценных джинсов. Далее, это уже не новинка, вот эти брючки на моем канале, а футболка уже, получается, идет новиночка абсолютная. Это крикотажный джемпер с коротким боковым для женщины, цвет белый, размер 52, артикул 532-366, размер 52, цвет белый, состав 100% клопок. Вот что мне нравится, прям идеально села на маме, да, то есть тут есть немножечко такой заворот. И вот по всему периметру изделия сверху идут такие вот наклеенные стразики, тоже очень-очень красиво, аккуратно. Вроде бы как и выделять фигурку, но с другой стороны смотрится непростко и так, знаете, вот уже хорошо сочетается, да. Ну, как вы поняли, футболка классной длины, ее можно выправить, ее можно заправить, да, но там уже кому как удобно. А вот на мне как раз тоже новинка на моем канале с огромной задержкой. Очень симпатичный, кстати, он удобный, он не плотный, но он и не тонкий. Золотая середина. Он идет такой вот слегка фланелевый, но внутри у него очень мягкая классная ткань. Вот мягкая такая классная, в нем очень хорошо дышит кожа, в нем ни холодно, ни жарко, он очень удобный. Размер получается XL, состав 100% хлопок, цвет терракоттовый розовый и называется он халат из фланелевой ткани. Но это не та фланелевая ткань, которая идет как полотенце, да, тоненькая, непонятная. Это очень плотная, классная, причем тянется, очень-очень удобная. Есть карманы глубокие, тоже, кстати, мягонь, это крючка выкармажет, друзья. Да, есть хороший, полноценный, толстый, такой водноватый, двухслойный, да, пояс. Запах тут идет, получается, можно как хочется носить. Рука, ну, как вы видите, нормально на меня смотрится. Сейчас у меня точно такая же моделька халата, как предыдущего, только цвет бежевый. Вы знаете, нейтральный, легкий такой серо-бежевый слегка, да, оттеночек очень такой приятный. Я его себе тоже с удовольствием оставляю. Размер XS, 100% хлопок, сидит хорошо. Вообще прям идеально сидит. Аня, вот еще один вопрос, тянется ли ткань? Да, тянется, я говорила в прошлой палате. Но она тут не совсем важна, чтобы он тянулся, потому что он запахом идет. Даже если он не тянется, он все равно будет, ну, хорошо смотреться. И он такой, видите, свободненький. Сейчас на маме брюки для женщины. Артикул 532-256, цвет пыльно-розовый, размер 50. Состав 100% хлопок. Футболка та же самая, что и в предыдущий раз. В принципе, все хорошо. Ну, тут карманчики не заправляются, да, то есть тут замочек, кстати, замочек железный. В принципе, все нормально. А и сзади еще карманы у них идут, как у обычных джинс. Да, то есть у мамы попа поменьше. И они эти джинсы прям из нее такую девушку притягательную делают. Мне понравилось прям, такой эффект приятный. Вот, а на мне получается халат из вафельной ткани. То есть точно такой же, как и два предыдущих, только цвет мятный. Этот цвет мне понравился. Скажу честно, заказала второй. Ожидаю, что их очень быстро разберут, потому что уютные, классные, удобные, функциональные вещи. Разбираются очень быстро, поэтому я такой прям второй взяла. Мне нравится этот цвет. Артикул 861-836. Тоже 100% хлопот. Ребята, еще я выполнила акцию для наставников. Была у нас акция. Внешний аккумулятор мне достался в подарок на 10 тысяч миллиампер. Такой вот аккуратненький, беленький. Я очень люблю беленький повербанк. И вот поэтому я получила подарок. Я счастлива. Просто за то, что я расту, работаю, зарабатываю постоянно какие-то подарки. Сейчас не прозевайте самый главный момент. Акция идет с мультиповаром. И не забывайте, что акция... Не мультиповаром. Ой, парогенератором. Точно, парогенератором сейчас идет акция. Не забывайте, да? Субтитры сделал DimaTorzok И самое классное то, что у нас продлили программу для драгоценных директоров. И теперь золотого директора нужно открыть до пятого каталога включительно, чтобы полететь бесплатно в Кубу. Вот. Я считаю, что это шикарно. Постоянно какие-то подарки, помимо того, что мы растем по карьерной лестнице и зарабатываем. Поэтому присоединяйтесь в компанию. Конечно, повербанк уже не получить. Но парогенератор можно получить. На мне платье, которое не понравилось свекрови. Но оно понравилось очень мне и понравилось девчонкам, которые на меня смотрели. Сидит она на мне замечательно. Но скрадает все недостатки. Рука в три четверти. И называется трикотажное платье с укороченным рукавом для женщины. Артикул 532-406. Цвет темно-синий. Размер 52, 95 хлопок, 5% волостан. Скажу, честно, синий цвет не люблю, но в таком исполнении цвет понравился. Вот это вот сверху краска. И при натяжке я чувствую, что эта краска, она немножечко как бы потрескивает. Я не знаю, я постираю несколько раз, и мы посмотрим. Но я-то думала, это ткань так покрашена, но на самом деле тут вот краска. И тут, конечно, сложно принять решение. Но пока что мне нравится. Тут идет пояс. Также идут петельки под пояс. Пояс, конечно же, можно заменить на любой другой, если вам не нравится. Но я считаю, что он будет к месту очень даже. Идет он по фигуре великолепно. Мне не в обтяжечку. Мне все хорошо и прям здорово. Сбоку, как у людей, идут разрезики. Мой рост 162 см. Оно мне идет ровно. Даже вот не совсем до конца скрывает колено. Вот если я встаю, чуть-чуть выглядывает коленка. Но это не сильно. То есть, точно такое же платье, только немножко цвет другой. Цвет бежевый. 95 хлопок, 5 эластан. Также вот сверху покрашено полностью целиком все платье. И артикул 532-398. Такой же темно-синий пояс. То есть, я вам специально хотела показать платье без пояса. Оно идет как футляр. Очень такой аккуратный, прикольный. И можно сделать пояс, кому как хочется. Ну и третий цвет модели вот этого платья, значит, получается белый. Его назвали белым. Но я бы сказала, что белого тут вообще ничего нет. Он такой желтый. Молочный. Молочный, да, желтый. Такой вот какой-то. Размер 52, 95 хлопок, 5 эластан. Артикул 532-390. И вот именно у этого платья очень сильно вот этот вот кантик, да, он прям кидается в глаза, да, вот этот своеобразный вырез. Если на предыдущих платьях так не было, то вот тут прямо контраст идет. Получается пояс и кантик вот этот вот, да. И вот почему-то, почему-то, ребят, вот тут прямо ясно, четко видно, что это брак. Да, то есть, может быть, это единичный случай, но петельки... Это брак. В общем, платья достойная, но петельки, кто захочет себе оставить, придется или перешить, или перезаказать новую модель. В общем, вот такое вот расстояние. Не могу не показать, в общем-то, да. Но в целом, качество хорошее, качество отличное. Но вот что-то тут пошло не так именно. Очень хорошо, качественно пришитыми петельками. Да. И что еще хочется сказать вот про все эти платья. Футлярчики такие. Они подойдут кому-то дома просто так ходить, да, кому-то вот прогуляться, сходить. Они очень функциональные, удобные. В них тело свободно, в них тело дышит. И вот это действительно очень на максимум неприятно. То есть, вот эту модель, конечно же, на возврат из-за того, что петельки криво пришиты. Так, симпатичная очень толстовочка. Мне она очень понравилась, прям безумно. Дликотажная толстовка с длинным рукавом для женщины. Кстати, длина рукава отличная. Длинноногим девушкам, ну, может быть, будет маловато. Но у меня тут есть немножечко, ну, как даже сказать, запас. И мне кажется, что будет хорошо всем. Артикул 532-524, размер 52, стопроцентный хлопок. Она средней плотности. Наверное, даже не плотнее, чем ткань на платье в предыдущем, да. Вот если вывернуть, да, то есть тут есть такой легкий-легкий какой-то еле-еле такой ворсик. Такой легонький-легонький ворсик. Вот. И низ изделия выполнен в форме таких вот резиночек. Толстовка плюс ко всему еще тянется, плотная. Тоже низ изделия. Так, тут резиночка, тут есть затяжечки для такого вот капюшона. Да, капюшончик тоже. Как бы он затягивается. Все в порядке. Сейчас декадажный толстовка с длинным рукавом для женщины. Артикул 532-540, цвет черный, размер 52, стопроцентный хлопок. Точно-точно такая же модель, как и предыдущая, но есть различия. Вот смотрите, на этой модели как будто бы нет краски, ткань покрашена целиком. Вот если я не ошибаюсь, я уже и понатягивала, и все, что только не поделала. Мне кажется, что это просто сама ткань покрашена, а не поверх упущена. А тут в этой модели есть краска, она прям присутствует. И сверху, да, вот видите, вот это вот рукав, да, видно, что тут вот эта вот краска. Вот это вот в самом, вот, да, видно вот эта краска. Это не краска, вот это тоже краска, это сама ткань покрашена, да, а вот это сверху что-то типа такой вот пленочки. Вроде бы модель одинаковая, но она абсолютно разная по созданию ее. Делайте выводы. Ну, мама заключает, да, в продолжении. Мне кажется, что маме не очень идет бежевый цвет. Вот, пожалуйста, дайте нам совет, потому что маме очень хочется эту кофту. Ну, вот что-то мне не нравится, ну, к душе так к душе. Вот так вот смотрится, да, она, кофта получается 52 размер, артикул 532, 532. Тут тоже покрашены некоторые штучки, они сверху нанесен рисунок, да, то есть есть, которые на ткань нанесен, а тут есть, которые сверху. Но, на мой взгляд, везде вот эта вот вся покраска, она очень хорошо покрашена, качественно. Просто я знаю, что очень многие ее не любят, поэтому я заострила на ней внимание, потому что все любят что-то цельное брать, чтобы меньше было эмблем. Кажется, что эти эмблемы будут отпадывать. Мне кажется, если все соблюдать, то отпадывать не будет. И на мне весна. Я эту кофту прозвала весна. Вот серьезно, прям весна весной, согласитесь. Ликотажная толстовка с длинным рукавом для женщины. Артикул 532, 486, размер 52, состав тоже 100% глубок, как и у этих. Ну, что скажу, ну, это, конечно же, рисунок сверху. Низ изделия в форме резиночки, низ рукавов тоже в форме резиночки. Папюшончик прикольный, без утяжечек, без завязочек, точно, да? Точно без завязочек. Ну, такой, знаете, нежный розовый, приятный, прям супер. Мне кажется, что Маня эта кофта даже цвет вот подойдет. Да, Антон, как думаешь? Ну, надо померить. Да, надо померить. Мне кажется, хорошо тебе будет этот цвет. Просто прямо вот сюда же подкладываю, сразу щечки розовее становятся. Убираю, и вот бежевый как-то мне не очень нравится. Хоть убей. Не знаю, но так она кофта достойная, классная кофта, прям реально классная. Кстати, вот я говорю, что мне не идут бежевые, а вот эти стразики, они реально освежают. Освежают классно, мне понравились эти стразики, хорошенькие. Это обычная футболка, точно, точно такую же мама оставила себе. Артикул 532-374, размер 52, идет 100% хлопок. Очень такая легкая, хорошенькая, ощущение, как будто я такая не одетая. Да, она не чувствуется на теле, очень приятная. Такая же черная, 532-382, размер 52, тоже 100% хлопок. Тоже такая легкая, прикольная, прям длинная такая футболка. Сейчас они будут у меня в трех расцветках, прям длиннющие. Трикотажный джемпер с коротким боковым для женщины. Артикул 532-422, цвет бежевый, размер 52, 100% хлопок. И тоже тут идут вот эти вот, краска сверху, тоже как бы, надо быть аккуратнее при стирке. Такая же, как предыдущая, только другая расцветка, артикул 532-430. Чудеса! Тут, кстати, покраска идет уже не сверху, да, как на двух предыдущих футболках, а именно покрашена сама ткань, получается. Ну да, да, сама ткань покрашена. Пошла вот такая сейчас линейка футболочек, обычные футболки. Из ткани уже такой, знаете, как говорится, хоть и 100% хлопок написано, но она немножко отличается от предыдущих. Она тоже тянется хорошо, все, но это прям футболка-футболка, да, то есть такая вот обычная, легкая, мягкая, хорошая. Ну вот, как вы видите, цвет классный. Таких футболок должно быть много. Такая же цвет синий, 532-446, тоже 100% хлопок. Тоже, кстати, длинненькая, приятно, что она длинная. Да, знаете, есть совсем такие вот короткие, нагнешься, все спину видно. Тут видно не будет. Свежий такой лаймовый оттеночек. О, кстати, угадала, цвет лаймовый. Артикул 532-438. Я такие оттенки очень люблю. Состав 100% хлопок, так же 52 размер. А, кстати, не сказала про покраску, это сверху нанесена покраска, да, то есть когда натягиваете, ну, нет, оно даже не трескается, когда натягиваете, мощно тут, мощно. Это блузка с длинным рукавом для женщины. Артикул 533-495, цвет фиолетовый, размер 52, состав 100% вискоза. Струящаяся, легкая такая ткань, кожа дышит, в ней все хорошо. Рукава сейчас объясню позже. А, что могу вам сказать? Вот, если где-то что-то вот тут будет выпирать, оно будет, конечно же, выделяться. Она сильно внес. Вот ее чуть-чуть так вот сжал, оставил, все, уже мятинки есть, уже надо гладить по новой. И причем она так просто еще не разгладится, ее нужно будет отглаживать. Вот это мне не нравится, да, то есть отгладить ее было довольно сложно. Плюс ко всему, почему-то она на мне электризуется, да, то есть чувствуется, что этот ток набирается, везде все щелкает, хотя ткань такая, ну, не должна так делать, да. Сшито хорошо, качественно, цвета очень красивые. И вот тут, вот ровно вот досюда, есть такие вот штучки, да, то есть вы можете забрать подлиннее, покороче, и завязать, как вам будет удобно, какую длину, вот, в принципе, вы хотите вот так вот расправить, сделать бантик, и смотрится очень даже хорошо. Еще минус, прям такой сильный явный минус, вот очень тяжело разгладить швы, вот в этом вот месте, видите, да, получилось валунами, но действительно сложно разгладить. Мы справились только отпаривателем, утюгом не получилось эти вот волны сгладить. То есть кофта очень даже достойного качества, классного качества, да, то есть и очень оригинальная, и смотрится красиво, на мой взгляд, красиво. Длина тоже отличная, суперская. Вот смотрите, я один рукав прям туго-туго затянула, да, но тут можно еще, конечно, тоже затянуть, а второй посвободнее затянула. И вот такие кофты, они у нас с вами идут в трех оттеночках. Сейчас я вам покажу еще вот, значит, два таких оттеночка, точно таких же кофт. Кофты мне понравились, они у них безумно приятные. Значит, тут еще в составе везде есть пуговка запасная. И вот, кстати, самое, что интересно, пуговка застегивается вот как раз-таки вовнутрь, да, то есть вот как если сзади посмотреть, да, то есть пуговка внутри. Тоже очень интересно, но она не давит ничего, все в порядке. Такая вот легкая струящаяся ткань, я вижу, как она просвечивает, но на мне она вообще не просвечивает. Вообще все хорошо. Значит, голубая в 52-м размере идет 533-487, да, очень красивая. И вот такой вот обалденный цвет, который мне идет тоже очень даже хорошо, да, согласна со мной, прям идет. Это у нас получается 533-479 лаймовые, 100% вискоза, вот такие вот кофточки. Ну, реально классные, хорошенькие, но они очень тонкие и гнутся сильно. Вот знаете, тот момент, когда в каталоге смотришь, не нравится вещь, на сайте посмотришь, ну, ни с какой стороны вещь не нравится. И потом, когда ты ее надеваешь на себя, понимаешь, что неплохо, оригинально. Оригинально, надел с джинсами пошел, с леггинсами пошел. Действительно, так, неплохо смотрится. Хотя мне казалось, что это неудачная модель. Это у нас лейкотажный джемпер с коротким рукавом для женщины. Ну, какая-нибудь как футболочка, такая не толще, не тоньше. 100% хлопок, размер 52, цвет пыльно-розовый, 532-556 артикул. Ну, и сейчас на мне точно-точно такая же, цвет лаймовый, ой, мятный, извини. Артикул 532-548, тоже 100% хлопок. И еще вот одна такая черная, не знаю, она мне не очень понравилась, если честно. С цветкой не понравилась. Джинсами джемпер с коротким рукавом для женщины, цвет черный, размер 52, состав 100% хлопок. Артикул 532-564. Вот я вам изнутри показываю, да. В принципе, все великолепно, все они вот так пошиты, не очень такая плотная, плохо мнутся, это тоже уже в плюс. Итак, вот я думала, что это будет удачная модель, но лично для меня она оказалась неудачной. Во-первых, мне коротковат рукав, то есть ни то, ни че, но я ношу 3 четверти, это ладно. Во-вторых, сильно очень просвечивает. Трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины, артикул 532-508, размер 52, 95 хлопок, 5% холостат. Что мне не понравилось в этих моделях, я вам сейчас еще две на вешалках покажу. Вот, понимаете, грудь, вот она тут заканчивается, и зачем-то шов посередине груди идет. И я не совсем поняла, почему вот тут собрано, почему шов посреди груди. Мне это неудобно. Раньше как бы такого не было, может быть, не знаю, но вот разрезы по бокам, вроде бы все в порядке, но если бы шов шел под грудью, да, это смотрелось бы куда лучше, вот, а так шов прям по груди, и пол груди под швом, как-то не суразится какая-то получается. Такое чувство, что как-то вот даже пропорции тела вот не соблюдены в этой кофте. Вот смотрите, если близко показать, мне эта модель показалась прям идеальной, и она мне не велика, она мне не мала, она мне не в обтяжку, она свободно на мне сидит, эта модель, и вроде бы кажется, что все пропорционально, но нет, нет, не пропорционально, да, получается, поэтому я уже не стала примерять. Красивый, очень бежевый оттеночек, артикул 532-516, тоже 95% хлопок, 5 его стан, тут все сшито хорошо, качественно, да, как обычно, все швы, ткань, прям вот все великолепно, голубая, тоже очень такой, видите, приятный цвет, мне этот оттеночек очень даже бы подошел бы, вот, но, к сожалению, тоже не хочу, да, примерять, потому что, ну, смысла нет. Видите, я чуть-чуть походила, с вами пообщалась, оно еще выше поднялось, совсем стало не так смотреться, да, ну, просто эта модель не моя, не может человеку все идти подряд, не может этого, ну, неправда. Значит, артикул 532-500, вроде бы футболочка, но очень женственная, ну, вот, что-то вот тут не так. Такой вот фарточек, понятно, он длинный, вот у фартуков, фаберлик, есть одна особенность, не регулируется лямка, то есть, получается, если я его буду надевать, то он мне будет вот так, его хочется подогнуть, и таким образом, вот, уже завязать. Фартука, коллекция весенняя акварель, 60 на 82 размер идет, материал стопроцентный хлопок, он такой плотный, грубый, можно так сказать, артикул, у него идет 910-405, кстати, классно будет дарить его на 8 марта, ну, и вообще, любой хозяйке в дом, но единственное, что каждой хозяйке нужно будет вот тут вот сделать пару стежков, для того, чтобы он хорошо смотрелся, не сложно, да, под себя отрегулировать, чтобы было все хорошо, завязать, такие брюши, ну, что ж, обзор подошел к концу, еще очень много новинок, на мне сейчас, как вы заметили, опять-таки, новые тени, сатиновые наши новые тени, я уже не накрасилась, протестировала, тоже скоро выйдет обзор, на кушонный бэйби фэйс, и на тени на эти, вот выйдет обзор, и вообще, на многое другое. С вами была Акунанова Аня, проект Фаберлик онлайн, до встречи с вами в новых видео, подписывайтесь на канал, и поддержите меня лайками.